Наша новая рубрика «Винные термины простым языком». Сегодня про кислотность. Что это такое, зачем нужно, как ощущается во вкусе. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Vitis Pro. Если вы хотите разбираться в ней лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, потому что мы говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Под словом кислотность подразумевает, как это ни странно, те самые кислоты, содержащиеся в вине. Кислота в вино попадает из самих ягод, отдельно ее туда никто не наливает. Следовательно, все виды кислоты в вине совершенно натуральные растительного происхождения. В основном это винная, яблочная кислоты, а еще лимонная, щавелевая, янтарная, уксусная и многие другие. Вообще их много и они разные, но вряд ли вы ищите на этом канале курс органической химии, поэтому мы пока ограничимся только их перечислением. По мере вызревания винограда сахара в нем становится больше, а вот с кислотой все наоборот, чем спелее виноград, тем меньше в нем кислот. Такая вот дилемма. Собрать виноград нужно именно в тот момент, когда соотношение сахара и кислоты в нем идеальное. А еще уровень финальной кислоты в ягоде зависит от особенностей климата, температуры, солнечного света, в прохладных регионах вина получается более кислотными, а в южных более сладкими. Впрочем виноделы регулируют эти показатели путем раннего или позднего сбора, ну и некоторыми другими способами, о которых я сегодня вам не буду рассказывать. Кислотность в вине отвечает за баланс и свежесть. Если бы не она, вино казалось бы нам приторным сиропом. Именно кислоты мы ярче всего ощущаем в первом глотке, а затем уже начинаем разбирать вкус на составляющие. А еще кислотность продлевает срок хранения вина, ведь это еще и природный консервант. Как распознать кислотность во вкусе? Очень просто. Делайте глоток и прислушивайтесь к своим ощущениям. Если слюна выделяется очень активно, значит перед вами довольно кислотное вино. Именно так проявляет себя винная кислота, которая не имеет вкуса. Яблочную кислоту можно распознать по характерному привкусу яблока, лимонную по некому цитрусовому послевкусию. Среди моих студентов, особенно начинающих, есть те, которые говорят мне, Алексей, я не люблю кислые вина. Я в таком случае только улыбаюсь. Пройдете первые 5-6 уроков и поймете, что кислота просто-таки важнейшая характеристика хорошего вина. И со сладостью они не спорят в вине, в отличие от ягоды, а скорее дополняют друг друга. У меня есть для моих студентов одно дегустационное упражнение, которое помогает понять это, казалось бы, парадоксальное явление. Вино может быть одновременно очень сладким и очень кислым. Одновременно. Хотите узнать, что это за упражнение и в целом натренировать свои рецепторы? Тогда приходите к нам на курс молодого дегустатора, ссылка в описании. Друзья, вам был полезен этот ролик? Напишите в комментарии. А чтобы лучше усвоить все эти винные термины, я буду делать такой себе мини-словарь. По мере выхода новых роликов про винные термины, я буду его все время дополнять. Ссылка, естественно, будет в описании. И как вам этот ролик? Как вам еще рубрика про винные термины человеческим языком? Продолжаем? Напишите мне в комментариях, какие именно термины у вас вызывают вопросы, сомнения и я буду вам их расшифровывать. Постараюсь вот в такой же непринужденной манере. Но если это видео вам понравилось и вдруг захотите рассказать об этом мне или ютюбу, то для этого существует кнопка лайк, на которой вам следует кликнуть. А чтобы не пропустить других еще более интересных видео на этом канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что, вы знаете, это совсем-совсем, ну просто совершенно другой канал про вино.